Газонная трава, семена, описание. Газон представляет собой чудесную зеленую траву, с помощью которой можно украсить территорию участка. По утрам капельки росы на газоне похожи на маленькие бриллианты, а во время дуновения легкого вечернего ветра травка тихо напевает только ей одну известную мелодию. Красивый газон – это неотъемлемая часть обустройства сада или дачного участка. Независимо от типа почвы, затененности или других особенностей, дачники и садоводы могут красиво оформить любой участок местности. Даже если у территории очень сложный ландшафт, ее можно озеленить, придавая некую изюминку. Классификация газонной травы. Выбирая семена газонных трав, смесь для обустройства территории возле дачи, дома или того участка, который требует озеленения, нужно ознакомиться с характеристикой классификации каждого сорта. Травяное покрытие. В зависимости от функциональности принято делить на несколько основных групп. Специальный газон – спортивная газонная. Трава – декоративная трава-смесь. Газонная трава – декоративная трава-смесь является одной из самых популярных. Такой тип травянистого покрытия используют для оформления участков парки, на даче, возле домов и в других местах, предназначенных для отдыха. В группу декоративных газонов входят специальные виды растений, которые, в силу своего быстрого разрастания, способствуют созданию густого ковра из насыщенной зелени. К числу спортивных газонов принадлежат выносливые травы, которые способны выдерживать большие нагрузки. Их используют на футбольных полях, а также других площадках, предназначенных для состязаний или занятий спортом. Если рассматривать специальные травяные покрытия, то, в большинстве случаев, они используются для благоустройства. Выполнение ими определенных функций зависит от того, в каком месте траву будут использовать. Газонная трава – семена и описание состава. При всем разнообразии состава в травяной смеси только некоторые из них подходят для того, чтобы выращивать в любых погодных условиях. Выбирая газон универсальный, рекомендуется отдавать предпочтение смеси, в состав которой входят мятник, луговой, полевица тонкая и овсяница красная. Внимание! Вышеперечисленным видом культур не страшны резкие перепады температур, а также заморозки с наступлением ранней весны или поздней осени. Их корни формируют широкий слой дерна, который защищает газон от сорной травы, а также легко противостоит сильным морозам. Помимо трех основных злаковых культур, в состав смеси могут входить другие растения, которые будут устойчивы к холодам и неприхотливы в уходе. Всегда стоит помнить про отдельные минусы, из-за которых эти травы считаются далеко не лучшими для газонного покрытия. Если их наименование присутствует в составе трава смеси, то следует учесть, что они должны выступать в качестве дополнительного компонента, а не основного. Итак, часто в смесях для газона используются такие виды растений – обыкновенный узколистный или сплюснутый мятлик. У культуры низкая долговечность и каждые семь лет их нужно пересеивать. Декоративные свойства у растения практически нищем не примечательны, у травинок жесткая структура и сизый оттенок. Полевица побегоносная, отличающаяся быстрым ростом. Единственным недостатком культуры являются горизонтальные побеги, которые на фоне темно-зеленого газона сильно выделяются из-за своего светлого окраса. От этого цвет лужайки становится неоднородным. Внимание! Можно встретить определенные разновидности низкорослых культур, которые способны подстраиваться под конкретные условия произрастания. Они не универсальны, но для отдельных участков следует высаживать именно такие сорта. Мятлик дубравный отличается высокой способностью расти в затененных участках. Травосмесь, в состав которой входит это растение, можно высаживать под кронами плодовых деревьев или возле построек. Что касается болотного мятлика, то он спасает даже те лужайки, где повышенный уровень влажности. Характеристики и описание видов травосмеси Высоким уровнем качества отличается декоративный газон, который требует к себе тщательного ухода. Он создается с помощью низкорослых трав, снежное листво и тонкими побегами. Можно использовать многолетний райгресс, тонкую побегоносную, полевицу, красную овсяницу и другие сорта трав. Лужайка будет иметь бархатистую поверхность и высокую густоту из-за того, что растения способны быстро разрастаться и куститься. Дачный газон зачастую используют для того, чтобы озеленять территорию возле дачи и в садах. У него отличное качество, а растения, которые входят в его состав, отличаются одинаковым оттенком и высокой густотой. Для того, чтобы получить травосмесь, используют овечью и красную овсяницу, луговой лес, плюснутый мятник, риграс пастбищный. Риграс пастбищный. Что касается универсального газона, его можно использовать в целях озеленения парков, зон отдыха или садов. Для получения смеси берут злаковые травы и добавляют к ним газонные семена определенных цветущих луговых культур. Стричь такое покрытие необходимо не менее двух раз в год. Чтобы получить яркое луговое и универсальное покрытие, к основному составу семен можно добавить смесь мавританского газона, в состав которого входит ромашка, мак, васильки и люпин. Рекомендации по выбору травосмеси для газона. На сегодняшний день рынок пестрит разнообразными видами газонов, но гармоничность всего ландшафтного дизайна зависит исключительно от их правильного выбора. При выборе семенного материала желательно руководствоваться несколькими критериями, понадобится определить функциональность будущего. Газона он будет предназначен для проведения спортивных состязаний, для отдыха или же будет только декоративным, нужно установить. Уровень затененности участков, которые предназначаются для газонной травы, пределы ценовой категории. Цена на обустройство прямо пропорционально зависит от качества материалов, которые будут использоваться. Цена будет зависеть от качества. Для того, чтобы полностью быть уверенным в правильности своего выбора, нужно ознакомиться с отзывами о том или ином травяном покрытии, а также тщательно изучить особенности ухода за ним. Можно проконсультироваться со специалистом, который поможет выбрать семена газона. Стоит знать, что на расход семян может повлиять масса и качество материала, а также дружность всходов и способность кущения. У травосмесей газонных трав есть свои уникальные особенности и технические характеристики, которые обязательно должны быть учтены. Даже несмотря на то, что некоторые семена травы имеют высокую стоимость, нужно предварительно убедиться в том, хорошая ли репутация. У магазина, где они будут покупаться. 0.0 в от артикле ратинг.